Здравствуйте, друзья! Меня зовут Яна Тарасова. Рада приветствовать всех, кто к нам подключился. Начну вот так сегодня. Что общего между Московской государственной консерваторией имени Чайковского, Московским государственным университетом Ломоносовским, причём факультет юридический, Владимирским областным музыкальным колледжем имени Бородина, например, с замечательными актёрами театра и кино Игорем Петренко, Еленой Захаровой, Денисом Матросовым, ну и многих-многих других. В общем, не буду уже держать интригу, потому что перечислять можно много. А, ещё между языками – английский, итальянский, чуть-чуть французский. Дело в том, что сегодня у нас в гостях с презентацией замечательного проекта «Поэтория. Дороги памяти». Удивительный, на мой взгляд, человек. Чем больше я вникала в вашу биографию и вашу деятельность, тем, чем вы занимаетесь, тем больше у меня просто возникает вопросов. Это Алина Небыкова, российский композитор, музыкант-скрипачка, юрист, кандидат наук, полиглот, который училась и в Италии тоже, человек, который возглавляет Совет Союза композиторов Евразии, ну и прочее, и прочее. Пока остановимся вот на этом, потому что уже этого нам хватает для того, чтобы поговорить о том, с чем вы, собственно, приехали к нам во Владимир. Прекрасный проект, насколько я почитала. И очень интересно то, что Владимирский край тоже вплетен в этот проект. Там наши участники и музыка одного из людей, который тоже связан с Владимирской областью. Да, рада вас приветствовать. Спасибо за приглашение на этот эфир. Я здесь для того, чтобы представить проект, руководителем которого являюсь. Проект называется «Поэтория. Дороги памяти». И этот проект особенен тем, что представляет собой концерт, особый вид концерта, в котором совмещены сразу и слово поэтическое, и музыка, ну не просто музыка, а симфоническая музыка, серьезная. Ну это и жанр поэтории, да? Да, да. И сопряжены также видеокадры, хроники, которая нам любезно была предоставлена нашим партнёром, Госфильмофондом России. Это тоже вот очень сложно, потому что добиться того, чтобы это можно было проецировать. Да, чтобы представление на сцене стало зримым. Это очень интересно. И, конечно же, всё это происходит в прочтении прекрасных, знаменитых актёров, которых мы представим 9 декабря. Вот, самое главное, да. В городе Владимир. И я почитала, что мы становимся первыми фактически. Да, да. Вы становитесь первыми в череде концертов, которые пройдут в течение года по всей России. Всего 5 городов задействованы на сезон 22-23 годов. И Владимиру досталось почётное первое место. Почему? Сейчас объясню. Потому что замечательный поэт Александр Капусткин, который проживает в городе Владимир и является председателем Владимирского отделения Союза писателей России. Он написал замечательные стихи, которые составляют основу этого проекта, поэтория и сценария данного проекта. Собственно, идея создать такой проект, она тоже принадлежит Александру Капусткину. И мы всего лишь развили эту идею и реализовали, воплотили её. Премьера данного проекта состоялась 9 мая на Поклонной горе в Москве, в Музее Победы. Сыграл симфоническую музыку современных композиторов. Вот, да, мы ещё с вами не сказали, что это всё современная и поэзия, ведь современная и композиция. Да, 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 современная поэзия и современная музыка академических композиторов, преимущественно членов Союза композиторов Евразии, председателем Совета которого я являюсь. И прекрасная музыка, на мой взгляд, она имеет военно-патриотическую тематику, что тоже очень важно, как и стихи, которые рассказывают о различных эпизодах в истории нашей Родины, нашей страны в разный период времени. Это знаковые события от революции 1917 года до сегодняшних дней. Может быть, мы назовём, потому что я имею в виду... Композиторов. И композиторов, и поэтов, потому что имена-то тоже... Да, имена громкие, да. Люди заметные участвуют в проекте. Ну, начнём с поэтов, потому что поэтическая основа, она, в общем-то, возобладала, и с неё всё началось. Значит, основным поэтом является Александр Капусткин. Также стихи, представленные в поэтории, написал Влад Маленко, Давид Самойлов, Юрий Левитанский. Есть стихотворения Анны Долгоревой. И Донецкая уже, да? Да, да. И даже мы использовали ещё несколько стихотворений Владимира Высоцкого, которые вне времени. Среди композиторов, представивших музыку свою для проекта поэтория, я назову всех композиторов, потому что их не так много на самом деле. Это Тихон Хреников-младший, замечательный композитор, победитель проекта «Партитура», который прошёл в прошлом, позапрошлом годах в Москве в Большом зале консерватории был финал, и он победил с сочинением крупная симфоническая форма «Память о Великой Победе». И вот несколько частей этой работы будут также представлены в программе поэтории. Ещё мы взяли замечательное произведение «Сибирская поэма» Алексея Чернакова. Он тоже является членом Союза композиторов Евразии. Можно комментарии. Чернакова Алексея мы знаем, потому что он супруг нашей Юлианы Рогачёвой. А, потрясающе. Юлианка-то, это же вообще наше. Потрясающе. Кстати, для меня сейчас это открытие. Я не знала. Именно про него я это говорила. Я поняла. Просто для меня Алексей Чернаков – это, во-первых, композитор, с которым мы вместе учились в Московской государственной консерватории. Но я знаю, что он родом из Новосибирска. А вот вы сейчас ещё расширили, так сказать, его географию. И, оказывается, через жену он также близок к городу Владимиру. Это очень здорово. Но если я правильно понимаю, если это он, если он пианист же, да? Да. Да. Я думаю, что да, что это так. А Дмитрий Бородаев – это ещё один композитор, который представит своё сочинение симфониета для струнных. Это Екатерина Куличёва «Симфония рассвета». Её сочинение называется «Тоже выпускница Московской государственной консерватории». И нас объединяет с ней то, что мы обе учились у Татьяны Алексеевны Чудовой в классе сочинений, на кафедре сочинения. Также это Мария Генченкова, тоже ученица Татьяны Алексеевны Чудовой. Она представит фрагменты, кантаты «Да воскреснет Русь святая». Это тоже очень фундаментально, на самом деле, большое сочинение, часть которого будет также иллюстрировать стихи, которые читают замечательные актёры, о которых я также скажу, безусловно. Так, сейчас мне главное не забыть всех композиторов перечислить. Александр Петров. Да, да, Александр Петров – это тоже замечательный композитор, который проживает в городе Санкт-Петербург. Его сочинение называется «Лития памяти павших воинов». И, кстати, он является ещё председателем нашего регионального отделения Союза композиторов Евразии в Санкт-Петербурге. И музыка Андрея Батурина, президента Союза композиторов Евразии, также будет включена в поэторию, которую вы услышите во Владимире. Андрей Константинович Батурин, вообще, он был против того, чтобы мы включали его музыку в проект. Почему? Потому что, ну, он считает, что нужно продвигать творчество молодых композиторов. А я, как руководитель проекта, настояла всё-таки на том, что его музыка тоже должна быть в этом проекте, потому что, ну, он основной идеолог и Союза композиторов, и всех проектов, которые в рамках нашей деятельности мы осуществляем. И, конечно же, у него прекрасная музыка, с которой тоже нужно ознакомить зрителя. Так, ну, по-моему, я всех композиторов назвала... Ну да, судя по тому, что... А, Володю Шергова забыла. Владимир Шергов. «Солнечное злата» называется его произведение. Ну что, переходим к актёрам. Давайте, да. Очень яркие иллюстраторы, которые гораздо более эмоционально, гораздо более профессионально доносят до зрителя смыслы и энергию, которую поэты закладывают. Может быть, знаете, даже я вот скажу, может быть, не очень хорошее и красивое слово, но это такая вот обложка, на которой можно привлечь людей, которые, может быть, не знают ни композиторов, ни современных поэтов. Безусловно, да. А вот людей, которых они всё-таки видят, это медийные люди, актёры, их видно в телевизоре и на многих других площадках концертных, и вполне возможно, что и это привлечёт внимание тоже. А уже потом через них люди послушают. Люди захотят узнать чуть больше о современных композиторах, о современных поэтах. Да, конечно, это действительно очень помогает и способствует пробуждению дополнительного интереса зрителя к таким просветительским масштабным проектам, потому что, ну, к сожалению, реальность наша такова, что сложная академическая музыка – это такая достаточно специфическая вещь, и концерты, которые посещают зрители, их, мне кажется, с каждым годом всё меньше и меньше. Ну, соглашусь. Нет, в нашей филармонии это всё в порядке, да, у нас народ ходит, у нас очень музыкальный. Я вижу вот такую тенденцию последние несколько лет, и мы очень активно боремся с тем, чтобы так не было. Мы хотим возродить этот интерес и к серьёзной академической музыки, мы хотим открыть новые имена молодых композиторов, чтобы люди знали своих героев современных, своих современных поэтов, у которых прекрасные стихи. Да, тем более они есть. Тем более они есть, да, они пишутся. И это вот поэтория – это такой способ, интересный способ донести до публики новую творческую элиту, назовём это так. Конечно, конечно. Поэтому помимо просветительской функции у нас ещё и функция вот этого проекта, она в том, чтобы возродить этот жанр, потому что, к сожалению, к сожалению, 50 лет назад, после того, как он возник впервые благодаря композитору Родиону Щедрину, он был утрачен, потому что, ну, это сложно, это сложно воплотимый жанр. Можно опять ремарочку? Щедрин, но на стихе Андрея Вознесенского, первая книга которого вышла во Владимире. Потрясающе! Представляете, какое совпадение? Я об этом не знала. Да, это приятное дополнение, и мне кажется, это знак. Это знак. Вот мы пытаемся, собственно, не только возродить утраченный жанр, но ещё сделать его лучше, разнообразить его, развить, привнести что-то новое и усовершенствовать его, безусловно. Вот для этого мы и зовём актёров, потому что при Родионе Щедрине поэты сами читали свои стихи. И, как мы знаем, ну, не у всех поэтов это получается хорошо, да, и так эмоционально, насколько это требует того сцена и зритель. И, конечно, благодаря профессиональным актёрам эффект от того, что происходит на сцене, он просто, ну, многократно усиливается, и это здорово. И, знаете, вот многие мне говорили, что вообще такой жанр, который присущ вот этому концерту, да, ну, вообще концерт для чтеца с оркестром, что, ну, якобы это не новый жанр. Вы знаете, я вот могу не согласиться, потому что вот в таком виде, именно в синтезе видео, музыки, слова, актёрской игры, да, то есть это как бы и театральное искусство, Ну, много составляющих, конечно. Да, много составляющих. Вот именно вот в таком синтезе, я думаю, что сейчас нет аналогов этому проекту. Есть, безусловно, стихи, которые читаются под музыку, и я много вижу подобных проектов, но эта музыка, например, написанная там для одного инструмента или для нескольких инструментов, но так, чтобы симфонический оркестр играл академическую музыку, симфонические произведения серьёзные, и тем более новые симфонические произведения. Вот, тем более современных. Современные, которые вот только-только написаны, которые только родились. Вот, например, часть, фрагменты моего балета, которые также использованы в этой культуре. Чуть-чуть вперёд. Я всё жду сначала про актёров, а потом про балет. Про вас ещё скажу. Давайте всё-таки с актёрами чуть-чуть, да? Закончить, фамилии назовём. Хорошо. Да, замечательные актёры, которые приедут в город Владимир 9 декабря 2022 года и будут радовать своим присутствием выставочно-культурный центр города Владимир. Это Игорь Петренко, это Денис Матросов, это Елена Захарова, это Владимир Глазунов и Мария Капустина. Прекрасно. Просто... Да, мне кажется, лучше не придумаешь. Ну вот давайте теперь про вас всё-таки, да? Или уж про... Вот не знаю, как построить. Давайте про балет. Давайте. Я посмотрела, ну как бы отслеживая то, чем вы занимаетесь, и ваши другие проекты, и тот проект эстрадный, скажем, или более популярный, инди-поп вот этот вот. У вас там тоже есть балет, и вы написали сейчас вот в этой поэтории часть вашего балета. Вы хотели заниматься балетом? Почему вас это трогает? Вот один из клипов, там тоже девочки были, балерины прям вот. А, да, я поняла, о чём вы говорите. Да, мне близка эстетика балета, как, скажем, такого высокого элитарного жанра. Это очень сложный жанр на самом деле, и я рискнула писать балет, потому что ко мне обратилась либретистка с очень интересным сюжетом. Она принесла балет на тему «Бессмертного полка». Да, и мы с ней познакомились уже пять лет назад, её зовут Ольга Фоминых, и, собственно, ровно столько лет я над ним и работаю. Это такая, ну, длительная и очень кропотливая работа. Мы вместе работаем, правим периодически либретто, я что-то переписываю, она что-то переписывает. Нет, ну, вообще, для меня это очень сложно. Я когда увидела, что это музыка к балету, думаю, боже мой, это же надо ещё знать все вот эти сценические дела, да, это же надо знать жанр. Вот именно, ну, конечно, в консерватории, когда мы учимся на композиторском отделении, у нас есть такой предмет балет, и опера есть, и, конечно, это идёт серьёзное очень погружение в этот жанр, и нам рассказывают и показывают абсолютно всё, что связано с тем или иным жанром, и, в общем-то, композитор с дипломом Московской консерватории может писать вообще в любой форме, в любом жанре, конечно. Но Оля, безусловно, будучи балетным человеком и хореографом по образованию, она мне очень сильно помогает. Слушайте, как вы притягиваете вот этих вот людей, которые совершенно разножанровые мультипланы? Да, ну, в случае Оля ко мне притянулась, вот у неё было написано это либрет, и она искала человека, который пишет академическую музыку, и не просто академическую музыку, а любит патриотическую тематику. А я, поскольку, вот как вы уже правильно сказали, что я не просто композитор, а юрист-композитор, кандидат юридических наук, у меня очень, конечно, тема истории, исторического наследия России, она очень глубоко во мне сидит, потому что, ну, как известно, гуманитарные науки на юридическом факультете МГУ – это просто вот наше всё. И, конечно, я не могла не стать исторически ориентированным композитором, безусловно. Я понимаю, что… У вас это всё сочетается? Ну, вот так вот сочетается. Именно благодаря этому я понимаю, что музыка сегодня, она должна нести определённую функцию. То есть на каждом этапе развития общества, да, музыка, она выполняет разные функции. Вот сегодня эпоха диктует то, что композиторы должны быть исторически ориентированными, на мой взгляд. И я это так вижу. Я считаю, что нужно обозревать музыкально те события, которые происходят в стране, обязательно. И академические композиторы тем более должны это делать. По крайней мере, в истории и в традиции русской музыки так было всегда. Всегда и Глинка, и Доргомышский, и Прокофьев, и Рахманинов, и Шостакович. Они обращались к историческим сюжетам, к историческим событиям знаковым для того, чтобы воспеть их в музыкальных своих произведениях и оставить нам, потомкам, плоды вот этих вот... Сразу Шостакович, да, насколько он тогда рискнул и написал Ленинградскую симфонию. Да, он тогда очень рисковал, действительно. И совсем недавно у меня было как раз интервью, которое я брала у Юрия Васильевича Воронцова, профессора Московской консерватории, к его юбилею, к 70-летию. Это еще одна грань моей деятельности, скажем так. Я люблю беседовать с умными людьми, и тем более, что я училась у Юрия Васильевича. И мы как раз обсудили с ним тему Ленинградской симфонии Шостаковича. И отвечая на мой вопрос, должна ли быть музыка современных композиторов академических доступна слушателю, он как раз заговорил о Шостаковиче, что было очень любопытно. И он сказал следующую вещь, что вот Дмитрий Шостакович очень сильно рисковал. Он прямо сказал вашими словами, когда писал эту симфонию. Но он сделал ее на пределе своих композиторских возможностей. То есть он мог написать ее, конечно, обывательским, более простым языком, понятным. Для поднятия духа. Да, для поднятия духа. Зная, что власть очень ждет это сочинение, зная, что партитуру по воздуху летчики, рискуя жизнью, доставляют ее в блокадный Ленинград. Но он написал ее на пределе своих возможностей. И, собственно, не пошел на поводу у слушателя. И это еще один такой дополнительный довод в пользу того, что человек культуры не должен никогда идти на поводу у зрителя, потому что он носитель культуры. Он должен задавать тон, настроение, аудиторию. Конечно. Потому что если зритель будет диктовать... Но то, что нивелируется вообще, то все... Конечно, да. Искусство перестанет быть искусством. Вот и все. Совершенно верно. Ну вот теперь давайте к нашему симфоническому оркестру. Потому что здесь хочу задать такой каверзный вопрос. Я вот долго думала, как бы это связать, чтобы было... Ну вот, казалось бы, у вас прекрасные актеры, у вас замечательные стихи. Что вам мешает привезти какой-нибудь, ну, я не знаю, виртуозы Москвы? Наполнить зал, люди придут, сделать, не знаю, какую-то умопомрачительную цену на билеты? И вот, ну, как-то так. А вы берете Владимирских музыкальных студентов, которые учатся в музыкальном колледже, которые учат этих сложных партий. Это же определенное время, значит, у них есть партитуры, было время, чтобы они уже это... Зачем вам-то это надо? Вы продюсер. Еще, кстати, зритель мне сказал одну вашу... Да. Ну, скажу лишь, что мы за то, чтобы молодежь была всегда на виду. И, на самом деле, для студентов Владимирского колледжа, для них это будет очень интересный опыт, как мне кажется. Да я-то в этом не сомневаюсь. Вы же понимаете, что я спрашиваю? Я-то, конечно, всеми частями... Ну, на самом деле, ответ-то он банален и лежит на поверхности. Вот День Героев России, та дата, которую мы выбрали, 9 декабря... Да, это прям День Героев России. Да, это День Героев России. Она у всех больших и знаменитых оркестров, она занята. И получилось так, что мы взвесили все за и против, и подумали, что было бы здорово не вести оркестр во Владимир, а самим приехать во Владимир и сделать... И сделать на месте. Да, конечно, с местным оркестром прекрасных музыкантов сделать этот концерт. Тем более, что современную молодежь, которая работает в симфоническом оркестре, ее просто необходимо приобщать к современной академической музыке. Потому что, ну, Прокофьева они играли, Стравинского они играли, Шостаковича, Рахманинова, там, Скрябина, они играли. Им нужно узнавать новую музыку и нивелировать барьеры, которые есть. Потому что очень часто думают, что выпускники Московской консерватории, например, пишут какую-то непонятную, очень сложную, недоступную музыку. Но вот поиграв наше сочинение, да, те же студенты колледжа Владимирского, они изменили свое мнение. Они поняли, что нет, это интересная музыка, весьма себе тональная, и не какая-то она непонятная. И самое главное, она созвучна со стихами. А, кстати, как вот вы это делали? Это же надо подобрать все, это же надо вычленить из всех. Во-первых, вам или кто вообще автор этого всего? Раз вы руководитель проекта, наверное, вы и собирали. Я собирала материал. Во-первых, его надо знать весь, все отслушать, то, что существует. Конечно, ну, конечно, да. А потом уже выбрать, поделить на эти части, которые... Вот уже компилировала стихи с музыкой наш режиссер Светлана Романова. Она удивительным образом подобрала стихи созвучной музыки так, что, ну, это было для нас вообще сюрпризом и неожиданностью. Мы ей, конечно, как композиторы говорили свои какие-то пожелания, высказывали, но она сказала, нет, у меня свое видение. Я, может быть, что-то учту, что-то не учту, но я буду сама слушать материал и буду сама компилировать его со стихами. И она сделала очень здорово. Это оценили высоко и актеры, и музыканты, и поэты. Всем понравилось, как она это сделала. Вот. У нас большая команда, на самом деле. Проект, конечно, масштабный, грандиозный. И его, безусловно, делаю не одна я. У нас целый цех людей, у каждого человека своя зона ответственности. Ну, конечно. Ну, вообще интересно. Я полистала, поскольку уже 9 мая это было, и записи на Ютьюбе мне попадались где-то там еще во Вконтакте. Очень интересно. Потому что это все, я так понимаю, здесь и сейчас. Да, вот человек читает, а оркестр как-то подстраивается под... Сколько же надо это репетировать? Да, то есть, ну, темпо-ритм-то... Ну, это вообще, знаете, есть определенные отступления, конечно, от раза в раз. Я хочу сказать, что это уникально, индивидуально и каждый раз зону. Каждый раз, конечно. Конечно, это живой организм. В каком темпе начнет читать стихи актер, наверняка он тоже сам даже не знает. То есть, он может там начать либо на одну, там, на две секунды быстрее оркестра или раньше. Да, оркестр под него подстраивается. Потом актер его ждет, подстраивается. То есть, это всегда в любом случае что-то новое, какое-то новое прочтение, какая-то новая динамика, какая-то новая высота. Каждый раз это свежо и уникально. Каждый раз. А вот студенты, у них будет возможность порепетировать с актерами до 9 декабря? Или уже у них тоже будет только, ну вот, один раз, как в прямом эфире, да? Ну вот сейчас мы пытаемся сделать так, чтобы эта репетиция, конечно же, состоялась. Хотя бы в день, да, концерта? Ну, конечно, она нужна. В день концерта она будет обязательно. А за годя, вот мы сейчас пытаемся это соорудить, скажем так, потому что, ну, актеры у нас медийные, они люди очень занятые, да, и график у них расписан там на годы вперед. Поэтому, конечно, вывести их ради репетиции во Владимир достаточно проблематично. Вот поэтому я сегодня здесь. Вы читаете за все. Да, я буду репетировать с оркестром, из-за режиссера буду сегодня, из-за дирижера, из-за актера. Вот, постараюсь найти самые сильные, самые слабые места, их как-то скорректировать, да. Запишу все обязательно на видео. Мы командой соберемся, посмотрим, что у нас, да, как у нас это все происходит, и потом будем принимать решение, нужна ли нам выездная репетиция. Вот так это происходит. Ну, вообще, конечно, да, такое. Просто здесь есть риск, потому что оркестр все-таки студенческий, здесь немножечко профессиональные-то, они как-то более гибче, наверное, и более, как говорит наш дирижер губернаторского оркестра, нашего симфонического, Артем Дорчмаркин, он говорит, иногда бывает вообще без репетиции приезжает. Ну, Денис Мацуев, например, солирует, с ним же, ну как состыковаться, это же хорошо, на концерт приедет. И вот, говорит, он приезжает, мы просто глаза в глаза, вот здесь и сейчас проживаем эту жизнь, и после концерта он уезжает. То есть это вот настолько одномоментно это все. Да, да, ну, к сожалению, это реальность для всех медийных актеров, артистов, отсутствие времени достаточного для репетиций и высокий одномоментно с этим профессионализм, который позволяет без вообще, без репетиции просто вот так вот с наскока взять и выдать. Да, да, я думаю, что здесь и у той, и у другой стороны, у всех сторон. Удаленные репетиции. Ну, просто я имею в виду, что они вместе не репетируют. Без такой. То есть вот они увидели друг друга и работают, все. Да. Такая реальность. Так, ну, про этот мы проект с вами все рассказали. И про актеров, и, ну, может быть, еще города. Да, вот мы первые в списке, дальше Волгоград, Москва, Белгород, Ярославль. Да. То есть крупные города достаточно. И мы среди них. Это приятно, что вы. Да. Ну, может быть, теперь к вам, потому что вы меня поразили. Я вот посмотрела на вас, на то, как вы живете, в каком вы темпе живете вообще. Родилась, выросла в Москве. Диплом музыкальной школы имени Рубинштейна по классу скрипка. Потом вдруг, ну, как оказалось, не вдруг. Я послушала ваше интервью, вы поступаете и оканчиваете юридический факультет, аспирантуру МГУ с присвоением ученой степени кандидата юридических наук. Да. Прекрасно. Ну, здорово просто. Ну, и, собственно, успокоиться на этом. Юрист – прекрасная профессия. Но вы все-таки параллельно, причем еще, друзья, параллельно обучаясь в Институте итальянской культуры с 2004 по 2006 год. Как в одном из интервью вы сказали, ну, музыка-то осталась в жизни, да, а все термины и все прочее на итальянском захотелось выучить, пошла выучила. Да, да, да. Собственно, из-за музыкальных нотаций я и пошла в Институт итальянской культуры. Ну, все бы так было. Он находится в Москве. Только язык-то. Язык-то не пришлось, да. Язык, во-первых, очень музыкальный. Во-вторых, я часто на тот момент бывала в Италии, очень люблю эту страну и люблю архитектуру. Ну, по-моему, да. Люблю музеи итальянские, люблю итальянскую музыку, итальянскую моду, итальянскую еду. Это все, конечно, очень заманчиво. И после того, как я выучила язык, ну, конечно, я знаю его несколько хуже, например, чем английский. Я не настолько свободно им владею, но песню, например, я могу написать на итальянском языке. Я могу говорить. Ну, это тоже, это же чутье знание языка, да, знание вот этого синтаксиса, как он строится. Конечно, да, но это совсем разные языки, да, по сравнению с английским. Ну, конечно, он сложнее учится, и там, в отличие от английского языка, там есть и средний род тоже, и склонения такие, как в русском языке, английский. А то есть вы можете даже сама текст, уже слыша музыкальную фразу как композитор, но накладывать на нее уже как автор слов, автор стихов, скажем, на английском языке. Конечно, я пишу. Вы мыслите уже по-итальянски? Ну, нет. Или вы пишете по-русски? Нет, я думаю, я не по-итальянски, конечно, но я могу какие-то фразы, да, сразу написать. У меня есть какие-то заготовки, которые там... Ну, какая-то фраза, которая станет припевом. Ну, да, что-то мне нравятся, какие-то идеи из других песен. Я могу там взять одно слово, которое мне понравится, и вокруг этого слова может, ну, родиться какой-то новый, да, какой-то новый смысл интересный. И я его потом развиваю. Хорошо. Это чуть-чуть мы так отвлеклись, да? Далее, композиторский факультет Московской государственной консерватории. Ну, это вообще просто. Это я не знаю. Московскую консерваторию, причем скрипачка. А закончила как теоретик, как музыковед, как композитор? Да, да. Ну, сейчас теоретический факультет и композиторский факультет их разделили. Одно время действительно это был один факультет теоретико-композиторский. В тот момент, когда я училась, нам уже выдавали дипломы композитора-педагога теоретических дисциплин. Ну, что, в принципе, одно и то же, просто называется по-другому. Ну, и еще слушатели, что Алина может совершенно спокойно преподавать, да? Заниматься предпедагогической деятельностью. Да, конечно, да. Я педагог теоретических дисциплин, да. И композитор в одном лице. Ну, то есть диплом Московской консерватории, композиторского факультета, он дает сразу две профессии, да, получается, в одном. И, кстати, сейчас есть отдельный еще теоретический факультет. Его просто отделили. Да, да, и учится на теоретиков теперь отдельно. Это очень удобно и здорово. Мне кажется, это прогресс прям. Потому что не все музыковеды становятся композиторами, и не все композиторы становятся музыковедами. И вот это разделение, оно очень грамотно, на мой взгляд. Хотя одно другому не мешает, а только дополняет. Ну, а в вашем случае это вообще, что была юрист, на мой вот, ну, как мне кажется, я могу ошибаться, что юрист, это все-таки больше, ну, как бы к технарям, да, как вот у нас говорят, к техническим. А композитор – это к творцам, к гуманитариям. А у вас как будто бы и техническое, и гуманитарное. Ну, физики и религи. Я вас сейчас разочарую. Вообще все наоборот. Так. Потому что... Музыка раньше. И респруденция, и респруденция – это, конечно, гуманитарные больше науки. Ну, и вообще все, что связано с правом. Тут история, это языки, это словесность, это риторика, это ораторское мастерство. Ну, просто они такие все вот раз, два, три, четыре, десять. Согласно статье такой-то. Да, но это все равно, это не техническая работа. Это все равно, это работа гуманитария. Более того, она достаточно творческая, потому что написать, например, хорошее исковое заявление или сделать, допустим, какое-то заключение такое, чтобы вот оно убедило суд или там сторону в деле. Тоже творчество. О том, да, что вот одно логически будет вытекать из другого, и все, картина сложится. Это тоже такая творческая задача. И вот так вот красиво написать, это тоже, собственно, ну, такой, ну, отчасти это даже писательский какой-то, творческий такой, творческая какая-то способность. Сейчас подумала, а вы не пробовали ли вы сами писать? Я просто для слушателей тоже расскажу, что супруг Алина член Союза писателей. Писателей, да, да, да. Что еще у вас там есть, да? Да, Алексей Небыков, он, собственно, помимо того, что он член Союза писателей России, он еще и основатель крупнейшего в России литературного портала, да, Печорин, это главный редактор. Но изначально юрист. Изначально тоже юрист, да, и познакомились мы, собственно, тоже благодаря университету. Мы учились вместе в аспирантуре в МГУ и сыграли первую кафедральную свадьбу на нашей кафедре предпринимательского права. А потом мы вот ушли в творческие русла, только он в писательское направление, а я в композиторское. Но я не договорила про музыку. Вы сказали, что юридический факультет, это больше про, это технический, да, а музыка, это больше гуманитарный. Так вот, музыка, вообще-то, она, это математика. Тоже технический, но это да, 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 да. Более того, она же относилась всегда к исчислительным наукам, она входила всегда в квадриум. Ну, конечно, анализ форм возьмем, да, гармонию, сольфет-жоус. Да, конечно, гармония, это вообще цифры, а транспонировать все это из ключа в ключ, эти голоса, это же математика одна сплошная. Вот ты пишешь симфоническое произведение, и вдруг без формы никуда. Да, и вдруг у тебя возникает там волторна, которая не как все инструменты играет в строй, а в строй фа, и ты начинаешь все спускать или там поднимать на эту кварту. И ты считаешь, считаешь, вычисляешь та же самая полифония, это тоже, это все математика. Но, кстати, тривиум, куда входят как раз риторика, словесность и философия, по-моему. А в квадриум входили арифметика, музыка, астрономия и, ой, боюсь я ошибиться. Ну, в общем, музыка-то тоже, да. Да, в общем, со временем, со временем, вот из квадриума музыку вытесняют в зону, как сказать-то правильно, в зону искусств, которые связаны с чувствами, с выражением эмоций. То есть это больше уже не про математику, а про эмоции, про выражение, да, про выражение эмоций и чувств. Ну, вот у вас и рацию, и эмоцию, которые прям замечательно. Видимо, да, но с цифрами у меня не очень хорошо, скажу сразу, поэтому по полифонии у меня тройка была в консерватории. Я очень медленно все это считала и транспонировала. Я помню, когда я пришла на экзамен по полифонии, я сразу предупредила педагогов, что я буду медленно играть, потому что я не могу сразу пять голосов протранспонировать, там и сопроновый, альтовый, басовый ключица, скрипичный, все это соединить и сыграть. Они говорят, хорошо, хорошо, играйте медленно. Я говорю, нет, вы не поняли, я буду очень медленно играть. Ну, в общем... Мне кажется, что это совершенно неважно. Главное, что... Да, главное, что, ну, видеть эти пласты и все высчитывать. Конечно. Для слушателей, которые не посвящены в эти тонкости, я скажу, что действительно теоретики, вот когда играть, еще по нотам написать и сыграть, это нормально, но когда это держать в голове и тут же по ходу это все считать, ну, это да, еще там два-три голоса можно, а когда это вот несколько, то это, конечно, такая задача. Поэтому, ну, да, ну и что, медленно, да. А я смотрю, Яна, у вас есть, наверное, тоже профильное. А я тут музыковед тоже. Обалдеть, профильное музыкальное образование. Я просто почему к колледжу-то, это мое родное учебное заведение, я поэтому очень рада, что студенты, ребята, они соприкоснутся с... Таким очень интересным, глубоким, большим. И ныне вот сейчас рождаем мы, прямо вот здесь и сейчас. Здорово. Проектом, потому что это здорово. У меня в колледже учится моя дочь, она тоже на теоретическом отделении, так же, как я. Потрясающе. Еще она флейтистка, да, поэтому... Она будет играть? Нет, она, к сожалению, в оркестр не играет, она как теоретик, вот не играющая. Но мы играем в нашем католическом храме, я на органе, она на флейте и на скрипке. Потрясающе. Вот, поэтому, да. Кстати, у меня есть сочинение для органа новое. Вот, обменяем сюда. Да, называется «Сердце Джульетты». Завтра, кстати, оно будет звучать в Москве, в Англиканском соборе Святого Андрея. Да. Ой, так интересно, что вы органистка, оказывается. Ну, органист – это громко сказано, я сама к этому пришла, мне просто... Это уже неважно, кто к этому пришел. Ну, да, 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 с юности. Ну, я имею в виду, что у меня нет органного класса за спиной, за плечами, но, тем не менее, да, благодаря... Это не меняет суть. Благодаря тому, что все-таки во Владимир приезжают органисты высокого уровня. Кстати, из МГУ Юлия Лотова прекрасная, которая в этом году... Из-за искусствоведения факультета, факультет искусств. Да, 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 который органный класс. Органный класс. Да, и она сейчас получила органист года за просветительскую деятельность. Я прям вот горда, что она у нас бывает. Здорово. Просто благодаря им, вот Виктории Гамазовой, ну и многим-многим другим органистам, которые с удовольствием приезжают к нам во Владимир. Ну, вот какие-то тонкости изучаешь. В Калининградском соборе, в Кафедральном. Не была мечта. Вам надо там сыграть обязательно на самом большом органе, органном комплексе в России. Ну вот вы теперь запустили эту... Да. Я надеюсь, что все свершится. Ага. А вот теперь давайте немножечко вернемся опять к вам. Может быть, кто-то из наших слушателей, кто заинтересуется, вот и вами от проекта оттолкнется. Я вначале где-то там сказала, что у вас есть проект, который инди-поп, скажем так. Да, Сатва Проджект. Сатва Проджект. Сатва Продюсер и все-все-все. Да, да. Именно так вот у вас там. Хотя сейчас вы говорите, что вы уходите уже, как Алина Небыкова. Или просто это вот разделение двух этих линий. Знаете, я сначала думала, да, что у меня получится это разделять. И, собственно, этот псевдоним Санкалпас, он был для этого и взят. Для того, чтобы меня могли издавать по всему миру. И как-то оно очень легко и просто пошло вот с этим псевдонимом. Поскольку у меня песни преобладали на английском языке. И как-то вот Небыковой я была. Здесь? Да, как академический композитор. А Санкалпас как продюсер и автор репертуара Сатва Проджект. А сейчас все больше и больше акцент на композиторе Алина Небыкова. И я думаю, что мне уже даже, может быть, в какой-то степени вот этот мой псевдоним Санкалпас даже мешает иногда. Потому что люди путаются и не понимают, кто перед ними. Люди просто не могут допустить, что это один и тот же человек занимается столь разными вообще течениями. Вероятно, да. Я сама себя обхитрила. Как-то так получилось. Вообще, ребят, вот все, кто смотрят, наши слушатели, зрители, я прям очень советую прям Сатва Проджект забить. И там достаточно много клипов. Я сегодня с удовольствием посмотрела на ваши песни. Это так все качественно сделано. Спасибо большое. Это не только прекрасная музыка, которая написана. Ну, музыку-то ведь композитор как? Ну, сел за рояль, сыграл. Но ведь это же сыграно, это записано, это спето, это все сведено. И еще прекрасная визуаль. Вот картинка, она просто радует. Да. И они такие разные все. Разные, да. И, кстати, вот я же продюсирую клипы тоже. Это, ну, сначала это было какое-то хобби, такое увлечение. Да, я хотела себя попробовать в этом. И сейчас с каждым годом вот те телеканалы, которые нас уже любят, знают и берут клипы эти в ротацию. Вот особенно клип «Бридж Тиви Делюкс», который, в общем-то, очень требовательный и изыскательный вкус имеет. Они нам тоже каждый раз делают комплименты с выходом новой работы. Говорят, ребята, вы так растете, вы вот из года в год делаете более и более качественные, классные работы. И они, ну, последние несколько лет все наши клипы берут в ротацию. И спасибо им большое за это. Ну, они, правда, очень вот прям замечательные. А у вас команда одна и та же. Дело в том, что этот проект родился в 2013 году. Да, в апреле будет 10 лет этого года. 10 лет. Это достаточно много. Это же прям... Это уже такой срок серьезный, да. В буквальном переводе означает «чистый», «благой», «гармоничный». Да. А почему? Кто придумал это слово? Откуда он называется? Я придумала саттва. Вы знаете, меня что-то побудило вообще обратиться к санскриту, к самому древнему языку. Ну, кстати, и «санкалпас» тоже. Да, это слово тоже взятое с санскрита. Оно означает «решимость воля». Но оно даже более объемное, чем это, как и все слова в санскрите. То есть они... Цель там еще, да. Да, цель, они имеют много значений. Ну, смысл-то понятен. И несколько пластов смысловых. Я обратилась к этому санскриту, уже потом поняв интуитивно, что есть такое мнение о том, что, в общем-то, санскрит изобрели тоже русичи, на самом деле, русские люди. И он назывался «самскрыт», этот язык. Это был скрытый русский язык. Об этом есть очень много исследований, на самом деле. И в пользу этого говорит то, что и индийские веды, и русские веды, они имеют одну природу, и они очень похожи. И вроде как индийцы являются хранителями наших вед. Ну, мне кажется, это все интересно. Меня так это разбудило фантазию. И, в общем-то, я подумала, почему нет? Это вообще... Нет, ну, красиво. Это классно. Даже если это легенда, это красивая легенда. И мне нравится в это верить. И потом я стала копать глубже и нашла то, что действительно очень много русских слов. Они, например, Нара, Нарафаминск, город Нара, это человек на санскрите. Город Омск, это Ом. Ну, то есть мы найдем очень много параллелей. И действительно, может быть, кто знает, так и есть. Это наш какой-то очень древний язык, который помогает моему творчеству и способствует какому-то благостному восприятию слушателям данного проекта. И сатва, оно несет очень теплую энергетику, это слово. Оно вообще вот имеет крайне положительную и хорошую, ну, наверное, энергию, правильно сказать. Да. Это одна из трех составляющих основных гун, которыми пользуется весь человеческий и животный мир. Как с вами интересно. Любое слово, любые какие-то, да, у вас рождают образы и всякое. Ну, вот, наверное, поэтому и композитор, да. Просто чудесно. Спасибо большое. С вами тоже очень интересно общаться. Здорово, когда композитора приглашает на эфир музыковед. Такого, вот скажу честно, у меня еще не было. Это впервые такой опыт, он очень интересный. И я подумала, неужели человек без музыковедческого образования может так глубоко проникнуть вообще в суть вопроса. Да. И потом, когда, в общем, все прояснилось, все сложилось. Все стало на свои места. Ну, здорово. Я надеюсь, что у нас с вами не последняя встреча, потому что говорить можно много-много и прямо обо всем. Еще вот про Сатва все-таки, про проект. Интересно, сколько у вас человек? Вот там, это те, кто в картинке, вот там есть у вас что-то режиссер на удаленке, да, и там вот ребята, которые играют на инструментах, мы их видим. Но это же все равно не все. Да, это вот мы собрали как раз на карантине, когда все сидели в изоляции. Я попросила членов группы записать каждому себя на видео, и потом мы это все в калаш сложили. Получилось довольно симпатично. На самом деле у нас сейчас шесть человек в группе вместе с вокалисткой. Ну, это музыканты. Ну, то есть у нас такой костяк уже сложенный. То есть они все вот давно с 13-го года, да? Не все. Не все. Все-таки меня. Да, через меня очень большое, конечно, количество уже прошло музыкантов, которых я костинговала в проекты. И я даже уже давно сбилась, честно говоря, по количеству, сколько музыкантов, сессионных, приглашенных было за это время. Действительно много. Наверное, больше 50, так точно. И, ну, некоторых... У меня даже одно время, когда было очень много концертов, у меня было три параллельных таких действующих состава. То есть я могла привлекать ребят либо из одного, либо из второго, либо из третьего состава, потому что, ну, все они еще задействованы параллельно. В других проектах, да. И мы смотрели по тому, кто свободен, кто может, да. Ну вот, к сожалению, карантин, он подубил нашу концертную деятельность. И мы как бы немножко перешли больше в формат диджитал, больше почаще стали делать релизов, больше уделять внимание соцсетям. Извините, где-то в одном из интервью я услышала, что вы еще давали, как юрист опять-таки, причем юрист, который в музыке, да, и в продвижении, со студентами беседы, например, провести, как продвинуть свое творчество в сетях. Мне так понравилось, ну, какая молодец. Ну, то есть вообще на волне, на такой вот, на современной. Да, конечно, по роду своей деятельности, конечно, я вынуждена всегда искать новые способы продвижения для группы и для своих артистов, которых я продюсирую, ну, и для своего бренда личного тоже. Поэтому, ну, все, что я знаю сама, тем я делюсь с радостью, и меня приглашают на мастер-классы и на лекции в Академию Гнесинах, например, в консерватории я читаю мастер-классы. Поэтому, да, это здорово, что мне приходится совмещать и академическую деятельность, и деятельность в сфере популярной музыки. Это очень дает хорошие результаты с точки зрения вкрапления и применения каких-то нововведений из популярной музыки в академическую и наоборот. Я всегда из академической музыки тоже много привношу всего в свой поп-проект. Вы, наверное, тоже слышите. Ну, конечно, у вас это вот не попсня такая, которая... А ты именно сидишь, я сидела, слушала, я им... Ну, вот моих коллег-то все... Иди посмотри, ты посмотри, как здорово. И слушают, и... Ой, а здесь смотри, как сделано. Да, ну и самое главное, что, конечно, вот костяк группы составляют тоже единомышленники, музыканты просто высочайшего уровня, которые тоже... Ну, в общем, благодаря им звук проекта такой, потому что они настолько хорошо играют, они настолько потрясающе исполняют эту музыку и поют, да, что, конечно, уже, ну, можно узнать, уже скрипка Павла Солдатикова, который задействован в моем проекте, ее ни с чем не спутаешь, контрабасы и виолончели Александра Карпенко, ее слышны гитары виртуозные, там, соляки Никиты Савинцева, партия баса моего, Дания Башаева тоже. Ну, все это делает Сато Кожев этим... Ну, именно узнаваемым. Да, узнаваемым, да. И, конечно, я очень благодарна ребятам за то, что они когда-то поверили в мою музыку, захотели ее играть, и, в общем-то, ну, до сих пор я от них слышу периодически то, что они скучают, когда у нас нет часто концертов, они прямо иногда мне звонят, Алина, давай сделаем какой-то концерт. Да, мы прямо соскучились, мы хотим поиграть твою музыку. Давай, давай, давай. Как приятно для композитора. Это очень приятно, это здорово, да, и действительно это окрыляет. Спасибо вам огромное. Наверное, сегодня мы ставим не точку, а многоточие. Или запятую. Или запятую, да. Я надеюсь, что вы будете, тем более раз вы теперь уже, ну, как-то узнали нас, а мы вас, то уже будем дружить, приезжайте к нам с концертами. С удовольствием. И с мастер-классами. Да, сегодня мы присмотрели здесь еще одну площадку, кстати. Какую. «Гусь хрустальный». Да, там великолепно. Да, будем там делать тоже что-то. Может быть, сделаем концерт членов Союза композиторов Евразии академической музыки. Тоже интересно. Да. И я думаю, что это только начало. Здорово. Мне очень нравятся во Владимире, мне очень нравятся люди. Это главное сокровище здесь, мне кажется. Приезжайте, приезжайте. Друзья, я напомню, что сегодня у нас была, ну, наверное, композитор, я скажу, с юридическим образованием. Да, не надо без юридического. Композитор Алина Небыкова, которая привезла во Владимир замечательный проект по иторию «Дороги памяти» 9 декабря. Следите за афишей и ждем всех вас на концерте. Спасибо большое. До встречи. До встречи.